МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости дня в студии Даниил Добрин. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нагрузка на врачей, срочные операции ковидных больных и ожидания медиков. Ответы звучат на брифинге. Не все школы городов и районов Оренбургской области выходят с дистанционного обучения. Почему лучшая самооборона – это спасение бегством? Есть ли универсальный прием против нападающих? Производители хлеба и молока получат дополнительную поддержку от государства. Трубу ремонтируют всем домом. Почему коммунальную аварию так и не устранила управляющая компания? В феврале тепло, как в начале марта. Погода еще немного побалует жителей региона. В пять раз увеличилось количество выездных бригад в связи с подъемом эпидзаболеваемости в Оренбурге. Об этом на встрече медиков сегодня заявил главный врач детской городской клинической больницы Оренбурга. Также главные врачи четырех больниц рассказали о тестировании на COVID-19, оказании медпомощи пациентам с сопутствующими заболеваниями. Пиковая нагрузка на колл-центры детской городской клинической больницы Оренбурга. Поступает до пяти тысяч звонков. Такого роста вызовов обращений за последние несколько лет еще не было, отмечают специалисты. На сегодняшний день составляет 150 выездных бригад. То есть это те медики, которые выезжают к детям города Оренбурга для оказания неотложной помощи. Количество, к счастью, вызовов в два раза снизилось. За вчерашний день это было 1200 с хвостиком. На счету медиков каждая минута. Важно ответить на все вызовы. Есть случаи, когда требуется не только лечение от COVID-19, но и проведение операции одному и тому же пациенту. Медики говорят, что это всегда сложная ситуация, но операции все равно проводятся. В ковидное время не исключены заболевания инфекции онкобольных. Их лечение также сегодня на особым контроле специалистов. Если этот онкобольной, он амбулаторный, он не нуждается в госпитализации по основному заболеванию, и ковид у него протекает легко, он также лечится амбулаторно. Если он нуждается в госпитализации, то, безусловно, получает всю онкологическую помощь в стационаре, как положено. И получает помощь в лечении ковидом и по основному заболеванию. Отдельное внимание медикаментам. На сегодня рост их отпуска при ковиде многократный. Если на 10 января их было отпущено пациентам на 300 тысяч, то на вчерашний день на 5,5 миллионов рублей. Ежедневный прирост количества рецептов и объемов отпуска порядка 20%. В этом году у нас ситуация существенно лучше за счет того, что в конце года поступили федеральные средства, собственно, на которые мы сегодня и живем. И плюс в этом году губернатор принял решение, сейчас готовится постановление правительства о выделении 200 миллионов рублей для пациентов, страдающих ковидом. Специалисты отмечают, сейчас всех пациентов разделили на три группы по принципу так называемого светофора. Красные – те, кому помощь необходима в первую очередь. С ними работают неотложные бригады и скорая помощь. Желтые – пациенты, лечение которых можно ненадолго отложить. Зеленые – контактные молодые люди, получившие тесты. Кроме того, сегодня работают над тем, чтобы медики привозили ряд лекарств больным сразу на вызовы. Елена Еремна, Георгий Бурлузский. Новости дня. Из регионального бюджета выделят дополнительно 200 миллионов рублей на лекарства пациентам с COVID-19. Такое решение принял губернатор Оренбургской области. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом, которые лечатся дома. 200 миллионов рублей направят на закупку противовирусных препаратов, жаропонижающего и антибиотиков. Средняя сумма на одного пациента сегодня составляет более 2,5 тысяч рублей. Это не первый раз, когда выделяются дополнительные средства на лечение больных ковидом. Мы неоднократно получали федеральные средства на обеспечение лекарствами больных с коронавирусом. В ближайшее время получим еще. Вместе с федеральной поддержкой выделенных из областного бюджета средств хватит, чтобы не возникало дефицита лекарств. Препараты назначаются только лечащим врачом, уточняют в Минздраве. Доставка назначенных препаратов осуществляется медработниками, бригадами неотложной медицинской помощи, волонтерами при выездах на дом к пациентам. Ежедневно ковидом заболевают более полутора тысяч человек. В стационарах находится 650 человек, остальные получают лечение амбулаторно. Школы нескольких городов и районов области остаются на дистанционке. Сколько продлится такой формат обучения, пока неизвестно. В официальном документе значится формулировка до особого распоряжения. В региональном Роспотребнадзоре заявляют, что все будет зависеть от уровня заболеваемости. Удаленно продолжают учиться школьники городов Оренбурга, Орска, Бузулука, Солилецкого городского округа и Переволодского района. Здесь все школы, лицеи и гимназии пока проводят уроки в дистанционном формате. В 12 муниципалитетах временно приостановили очное преподавание в 16 школах и 4 средних учебных заведениях. Есть образовательные учреждения, где закрывают только отдельные классы. Причина – вспышка ОРВИ или заболевание ковидом одного из учеников. Всего по региону таких классов 36 в 12 школах и 5 дошкольных групп в 5 детских садах 9 муниципалитетов области. По словам специалистов, в этих коллективах объявлен карантин. После самоизоляции дети смогут вернуться к обычному учебному процессу. Россияне смогут получить ковид-сертификат Евросоюза, если уже вакцинированы отечественными препаратами или вакцины из Китая. Но главное, чтобы последней была бустерная доза любой из вакцин, признанных в Евросоюзе. Спутник ВИИ еще нет в этом перечне. Но сообщается, что Всемирная организация здравоохранения может включить российский препарат в список одобренных. Вакцинация им показала себя положительно. Однако о полной победе над вирусом пока говорить рано. Он быстро мутирует. Свидетельство тому – цифры статистики. За последние сутки число заболевших разными штаммами коронавируса оренбуржцев превысило 1800 человек. Из них госпитализировано 166 пациентов. Двое умерли. 478 человек выздоровели. Торги на питание состоялись не во всех детских садах. Неотыгранными остаются несколько тендеров. В конце прошлого года из-за низкой стоимости детодня, по которому определяется меню для юных оренбуржцев, не были отыграны контракты на питание на январь 2022 года. Тогда ситуация разрешилась с заключением прямых договоров. Однако их срок ограничен. В торгово-промышленной палате области посчитали, что для соблюдения баланса разнообразия блюд и обеспечения требований СанПИН необходимо примерно 246 рублей в день. А сейчас сумма по контракту – 182 рубля. В прошлом году родители оплачивали 153 рубля в день. Тему детского питания, причем с дегустацией, продолжили обсуждать в специальном проекте ОРТ «Прямой эфир». Прямо в студию нам доставили обед из одного дошкольного учреждения. Что было в меню и насколько это съедобно – смотрите далее. Вот вы как раз, Елена, пробуете блюдо, которое пользуется популярностью у детей. Да? Да, его всегда хорошо едят. Пюре с бестроганов, борщ, винегрет. Помочится ведущий проекта Елене Кузнецову пришлось только с котлетой. Потребовалось время, чтобы ее разломить. Но, как после призналась коллега, сделать это вилкой было не совсем удобно. В целом все оказалось вкусно, если учесть, что специи детям по стандарту просто не положены. С целью сделать детское меню ресторанным не было, а вот сделать так, чтобы оно было полезным, питательным и соответствовало Санпину, я думаю, у поставщиков питания получилось. Еще одна важная тема, которую успели поднять во время прямого эфира – как защитить себя в нестандартной ситуации. До сих пор на сухую инцидент с несовершеннолетней, у которой в лифте незнакомец попытался отобрать телефон. История, к счастью, обошлась без трагедии. Рецидивиста поймали, а школьница осталась жива. Тренер по рукопашному бою в самообороне Борис Андреев в студии прямого эфира признался – лучшая драка – это когда дело не доходит до кулаков. Когда есть возможность, лучше убежать, особенно если нападающий превосходит вас силой. Если бежать некуда – защищайтесь. У меня телефон нападающий, у меня телефон этот отобрал, да, вот, что неправильно, да, то есть это блокировать две руки его, да, то есть я занимаю свои две руки, мне нечем защищаться. А в этот момент? А в этот момент, да, то есть меня может ударить другой рукой нападающий, да. Мне желательно, конечно, взять одной рукой, одну руку заблокировать и другой, то есть, ну, захватить за одежду, то есть максимально связать его, то есть не дать меня ударить. В самообороне сегодня учатся не только ребята школьного возраста. На занятия приходят и люди постарше, тем, кому уже далеко за 30. Повышению уровня личной безопасности, к сожалению, сегодня не учат в школе. Самооборона – это не только о том, как обладать ударом, но еще и о том, как стать увереннее в своих силах. И, возможно, даже словом и своим уверенным спокойствием отпугнуть потенциального нападающего. А вот какие ошибки допустила школьница из видео, можно увидеть в нашем эфире. Полная версия программы доступна на YouTube-канале и в Instagram-аккаунте телеканала ОРТ. Наталья Мороз, Алексей Львов. Новости дня. Сейчас прервемся, и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Производители хлеба и молока получат дополнительную поддержку от государства. Трубу ремонтируют всем домом. Почему коммунальную аварию так и не устранила управляющая компания? В феврале тепло, как в начале марта. Погода еще немного побалует жителей региона. Это новости дня. Мы продолжаем. Новые меры поддержки для производителей хлеба и молока планируют в Минсельхозе России. Ведомство выделит более 12 миллиардов для обеспечения стабильных цен на продукцию. Минсельхоз планирует оказать прямую поддержку хлебопекарным предприятиям, предоставив субсидии. На них собираются выделить 2,5 миллиарда рублей. Рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 миллиардов рублей на закупку кормов, сообщают в ведомстве. По прогнозу Минсельхоза, в феврале цены на хлеб вырастут на 2%. Причину увеличения цены назвали рост себестоимости продукции. Несмотря на то, что пшеница в мире дешевела, выросла цена на коммунальные услуги, транспортировку и упаковку. Резкий рост цен на молочную продукцию в этом году Минсельхоз не ожидает. На конечную стоимость продукта оказывает влияние и мировая тенденция. Доллар и евро укрепили свои позиции. Стоимость иностранной валюты сейчас на вашем экране. Прорыв полотенца-сушителя спровоцировал коммунальную аварию в Орске. Со своей проблемой местным жителям пришлось справляться самостоятельно, ведь они остались без помощи коммунальной службы. В этот момент дом проходит процедуру передачи из одной управляющей компании к другой. Как найти выход из непростой ситуации, выясняли мои коллеги. В доме номер 30 по улице Новосибирска авария произошла еще в конце января. В одной из квартир прорвало трубу полотенца-сушитель. На обращение жительницы в управляющую компанию в ответ она получила лишь «ждите». Но ожидание сильно затянулось. 24 января у нас утром начал потекать в этом месте, ну как «змеек», он как правильно называется. Муж мой позвонил в дом управления. Ему сказали, что «ждите, до обеда придут слесаря». Он прождал, конечно, никто не пришел. Женщина обращалась в различные городские инстанции с просьбой оказать содействие в проблеме. Но все оказалось безуспешно. Поддержали неравнодушные соседи и старший по дому. Это благодаря соседям. Вот они пришли, мы мужу помогли. И вот это мы сделали. Вот эту трубу, там все начало течь. Мы здесь начали собирать все. Три мужчины держали вот эти ведра. Потом наш старший пошел, заварил это, запаял вот это все. И они в течение полтора часа, они это все делают. Сами, сами, своими руками. Оказалось, что дом, в котором проживает семья, в данный момент не принадлежит ни одной управляющей компании. Жители этого дома отказались от обслуживания одной и переходят к другой. Процедура передачи домов может занять около месяца. Однако такие случаи прописаны законом. Лицензиат в случае исключения сведений из реестра лицензий исполняет обязанности по управлению домом до тех пор, пока собственники не заключат договор с новой управляющей компанией. Специалисты управляющей компании «Ленком» обязаны отреагировать на обращение собственников и устранить аварийную ситуацию. Несмотря на то, что договор управляющей компании с жильцами истек еще в конце января, сейчас они имеют полное право обращаться к коммунальщикам. Со своей стороны, компания должна обеспечить комфортные условия для проживания в домах. Алена Круглова, Татьяна Лакеева, Новости дня. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, тема требует огласки, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. О своей ситуации можно сообщить по номеру 8 800 257 00. Напоминаем, что звонок бесплатный. К другим новостям. Сотрудники полиции пресекли поставку очередной партии суррогатного алкоголя. Подпольный цех был оборудован в частном доме жителя Бугурусланского района. Причем мужчина был только посредником в преступной цепочке. Полицейские нагрянули неожиданно. В импровизированном цехе обнаружено более 1800 бутылок. Тара была заполнена алкогольной продукцией. Причем этикетки у бутылок были разные, а жидкость внутри предположительно одна и та же. Общий объем суррогата около 2000 литров. Также изъято более 3000 единиц стеклянной и пластиковой тары, расходные материалы и приспособления для разлива алкоголя. По имеющейся информации, спиртное злоумышленники распространяли на территории близлежащих населенных пунктов. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлены пятеро подозреваемых в противоправной деятельности. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По словам мужчины, за разлив суррогата ему платили 1 рубль за бутылку. Сырье, из которого изготавливались спиртные напитки, направлено на экспертизу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается. В Орском драматическом театре премьера спектакля по пьесе «Флорентийская трагедия» короля эстетизма и законодателя мод поздней викторианской эпохи Оскара Уайлда. Внезапно образовавшийся любовный треугольник помогает героям разобраться в своих давно угасших чувствах, вновь разжигает в них огонь любви и страсти. Последний наследник влорентийских герцогов принц Квидо влюбляется в купчихубьянку. Охладев к своему супругу, она отвечает сеньору взаимностью. Об этом узнает ее муж Симона, который, к свою очередь, не хочет расставаться со своей любимой женой. Нет, нет, вы только посмотрите, мой сеньор, какая ткань. Здесь вечная весна, и погубить клыки зимы не могут ее цветы, ведь каждый лепесток осыпан золотом, монетой звонкой, плодами бережливости моей. Это нетрадиционный подход к классическому произведению. У Оскара Уайлда все происходит в средневековье, а на сцене – современный мир. Сценография представляет из себя некую коробку, точнее сказать, это упаковка, в которой обернуты души и судьбы наших героев. По ходу спектакля они пытаются привезнести в нее больше красок, в буквальном смысле они раскрашивают саму сцену, себя, попадает краска на костюм. Таким образом они пытаются как бы выбраться из сложившихся историй, вот это вот из той клетки, которая над ними нависла. Смогут ли герои вырваться из коробки и к чему приведут все их попытки разорвать любовный треугольник? Будет понятно только в конце спектакля. И каждый зритель решит для себя сам, кто из героев оказался самым счастливым в этой истории. Для себя я обозначил это так, что это история о поиске любви. Именно о поиске настоящего чувства, о поиске вообще настоящего себя, настоящего мира, настоящей жизни, настоящей любви. Среди всего того, да, пластика, что нас окружает. Нетипичная история и самой постановки. Начинал работать над ней режиссер Алексей Луценко, а продолжил уже худрук Орского театра Денис Радченко. Результат оценит зритель. Ольга Энгельс, Маргарита Шкарабурова, Виктор Литовский. Новости дня. А теперь коротко о погоде на выходные. По прогнозам гидромедцентра, для оренбуржцев неделя завершится небольшим похолоданием. Местами по области ожидаются осадки, но в целом климатические условия останутся комфортными. Синоптики отмечают, похолодание оренбуржцы заметят уже в субботу днем. Температура опустится до минус 7 градусов. Ночью еще ниже, до минус 10. Максимально низкая ожидается в воскресенье. Ночью она упадет до минус 15 градусов. Ветер начнет менять свое направление с южного на восточное и будет слабым от 3 до 5 метров в секунду. В целом выходные пройдут под влиянием южного циклона. Проводят осадки, преимущественно в большинстве районных областей. Основную зону осадков мы будем в большей части в воскресенье, то есть это в основном центр и восток. Большей частью заденет у нас снег. Осадки пройдут, естественно, в преимущественном виде уже снега. Небольшие осадки по области ожидаются и в начале следующей недели. Температура сохранится с выходных. В понедельник днем столбики термометров покажут минус 6 градусов. Ночью пока тоже минусовая температура. Но разница существенно сокращается. Это почти весенняя погода. В целом погода в феврале будет выше нормы. А значит, настоящее тепло не за горами. На этом все. Вернуться к этому выпуску, а также другим нашим телепроектам, вы всегда можете на нашем сайте. ОРТ-ТВ.РУ Присоединяйтесь и группам телеканала в социальных сетях. Далее рубрика о погоде и не только. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова